И Сергей Ихлань, советник главы Херсонской областной военной администрации, с нами на связи. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер из Украины. Херсонщина – это Украина. Слава Украине. Героям слава. Окупанты сообщают, что Херсонская область полностью закрывает границы с областями Украины. Въезд и выезд на данный момент заблокированы. Так ли это? Да, вы знаете, абсолютно правильно. Но это они объявили уже официально, хотя уже вторую неделю фактически оккупант блокирует и въезд, и выезд из оккупированной территории Херсонщины. И блокирует не только гуманитарные грузы, которые они блокируют уже практически с первого дня оккупации. И официальных гуманитарных коридоров не было. А люди выезжали, выезжали просто на свой страх и риск. И уже две недели как оккупант заблокировал выезд. Сегодня они об этом сказали уже как бы Гауляйтер Стримаусов это объявил. И сказал, что официально на сегодняшний день Херсонщина закрывает все на въезд и выезд. И вместе с тем он сказал, что Херсонщина переходит на московское время. Ну знаете, в их риторике опять-таки это все произойдет осенью. У них все осенью, они переносят все свои планы на осень. Их заявление это просто психологическое воздействие на наших людей, якобы вбивая месседж о том, что они пришли и надолго. Хотя я могу сказать, что вчерашний успех наших вооруженных сил как раз в районе Давыдов-Брода, где по официальной информации мы откинули оргов как раз на 9 километров в сторону Береслава. Это уже подступ к Новой Каховке. Ну рано говорить про подступ к Новой Каховке, но тем не менее вот этот контрудар, он был удачным. И сегодня уже Пивдень вот как раз только что заявили официальную информацию о том, что начались контрнаступательные действия как раз в районе Александровки и Станислава и продолжаются контрнаступательные действия как раз в районе Давыдов-Брода, где это было вчера. Орки несут огромные потери, наши вооруженные силы продолжают наступать. И это вселяет как раз уверенность. И знаете, это подымает дух каждого херсонца, потому что каждый херсонец живет с надеждой на освобождение херсонщины и с верой в вооруженные силы Украины. Окупанты обстреляли Чернобаевку. Изменилось ли количество погибших за это время? Вы знаете, они обстреливают периодически. То была обстреляна Белозерка, теперь обстреляна Чернобаевка. По Белозерке уже там есть точные данные. Одна девушка погибшая, двое детей погибло. Уточняется количество раненых. Обстреляли Чернобаевку. По Чернобаевке еще точных данных нет. Вы знаете, что наиболее цинично, что оккупант обстреливает, как раз они бьют. И в сторону как раз Николаева разворачивают пушки, бьют. В сторону оккупированной территории, обвиняя в этом вооруженные силы Украины. Они действуют абсолютно цинично. Абсолютно цинично. Знаете, ложь, которая переходит все грани, обвиняя вооруженные силы Украины. Но тем не менее, наши люди страдают. Наши люди несут ранения и разрушения, опять-таки, на наших территориях. Какое впечатление, знаете, что они не могут ничего достигнуть военным путем. И просто отыгрываются на мирных людях. Да, абсолютно так. И знаете, вот это вот как раз информационные вбросы там и про время, и про рубль, и про присоединение к России. Это просто воздействие на как раз наших граждан для того, чтобы обезверить их. Потому что на самом деле они ничего не могут сделать. Все планы их рушатся. Рушатся как раз через наших херсонцев, которые не дают возможности им реализовать ни одного плана. И от своего бессилия, от своего бессилия они просто лютуют, срываясь в артиллерийских обстрелах. И обвиняют вооруженные силы, что якобы, вот смотрите, мы здесь принесли мир, а вас обстреливают. Это полный идиотизм. Люди уже просто, знаете, на грани ненависти к оккупанту. Поэтому мы с большой надеждой ждем освобождения Херсонщины. И как раз вот последние новости вчерашнего и сегодняшнего дня – это вера и надежда уже в ближайшее наступление и в освобождение. А скажите, ведется ли какая-нибудь партизанская борьба? Возможно, убивают оккупантов на оккупированной территории и они боятся? Да, безусловно. Партизанское движение усиливается. И если вот известные гауляйтеры, такие как Сальда, Стримаусов, они уже все ходят исключительно в бронежилетах. Они ходят исключительно с огромной охраной, потому что сами они уже боятся появляться в публичных местах, передвигаются кортежами. Но их окружение второго-третьего круга постепенно начинает пропадать. Пропадать. И это как раз работа нашего партизанского движения, которое усиливается. И в унисон с контрнаступлением как раз это будет давать такой сокрушительный удар по оккупанту, для того, чтобы выбивать их изнутри и изнаружи. Вот еще была информация, что оккупанты в Херсоне выясняют место жительства людей, которые приехали из Мариуполя, формируют автобусы и хотят вернуть их домой. Так ли это? Можете подтвердить? Окупанты действуют абсолютно всяческими методами и действительно отслеживаются, кто приехал из Мариуполя. Если раньше они направляли всех людей из Мариуполя через Крым, многие не хотели ехать через Крым и оставались в Херсоне, то сейчас оккупанты отслеживают и, знаете, они усиливают работу на своих блокпостах. Они просто уже могут останавливать машины, проверять паспорта. То есть усиливается вот такая фильтрационная как раз их деятельность, как они это называют, отслеживая абсолютно всех, кто остался, кто переехал, кто находится в Херсоне, кто приехал в Херсон. То есть вот такая деятельность оккупанта действует. И действительно, знаете, после того, что они сделали с Мариуполем, а фактически разрушили город, я не удивляюсь, что они насильно будут выискивать людей, которые убегали от разрушений и смерти в Мариуполе, для того, чтобы возвращать их назад уже вместо того, как они раньше это делали, перевозили их в Крым. Расскажите, пожалуйста, какая ситуация сегодня на Каховской ГЭС? На Каховской ГЭС ситуация, ну как бы она еще в процессе подтопления, но тем не менее сейчас погодные условия выравниваются. И я думаю, что в ближайшее время все-таки как раз наша родная природа поможет устранить вот ту экологическую проблему, которую сделал оккупант вследствие своей бездеятельности и безразличия к экологическим проблемам нашей родной земли. Потому что вот нежелание отремонтировать агрегаты для того, чтобы сброс воды происходил в плановом режиме, их вынудило сбрасывать воду в автоматическом режиме. То есть вот такая халатность, безразличие. Но мы все понимаем, что им все равно, потому что они не расценивают. Это наша земля родная, мы за нее переживаем и болеем. И им все равно. Они здесь только грабят. Они понимают, что ненадолго. Они понимают, что им скоро придется покинуть нашу родную землю. Сергей, спасибо вам за последнюю информацию. И я напомню, Сергей Хлань, советник главы Херсонской областной военной администрации, был с нами на связи.